Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. В США существует довольно много еврейских организаций, некоторые из них, некоторых из этих организаций мы поддерживаем, но иногда существуют организации, называется еврейская организация, что подразумевает под собой какую-то, я не знаю, поддержку Израиля, произраильскую позицию, но, к сожалению, эти организации по сути своей являются порой антиизраильскими, а порой антисемитскими. И вот давайте поговорим об организациях и о проблемах еврейских организаций в США. Потому что в последнее время тут в соцсетях мы обсуждали эту тему. Да, Сергей, действительно, в последней передачах мы, как правило, почти все наше время, если не все наше время, уделяли проблемам израильским. Но, к сожалению, ситуация такова, что необходимо и пришло время поговорить о проблемах американских евреев. Точнее сказать не так, не проблемах американских евреев. Я больше чем уверен, что значительная часть американских евреев живет замечательно. И более того, мы с вами понимаем, что Америка является одной из самых комфортных стран в мире. Сейчас, благодаря Трампу, по сути дела, страна получает ваше второе дыхание. И поэтому, когда мы говорим о жизни людей, то, наверное, все хорошо. Проблема, о которой я хочу поговорить и о которой я хочу заострить сегодня, проблема, связанная, скажем так, с организационной жизнью американских евреев и, действительно, с то, что вы сказали, с поддержкой Израиля и с тем, как это будет дальше. Потому что тема, о которой я решил сегодня поднять в нашей передаче и которую до этого подняла наша замечательная журналистка Керолин Глик, которая, в общем, пишет и для израильских, и для американских новостных изданий. Тема, которая, действительно, является очень болезненной. И, по словам Глик, судя по всему, событие, которое произошло на прошлой неделе, собственно, на минувшей неделе, запомнится нам как ключевой момент в крушении организованной поддержки Израиля американским еврейством и распаде самой общественной жизни евреев США как таковой. Что же произошло? Вообще, надо сказать, что недели ранее лидеры конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций сообщили о том, что Комитет конференции по назначениям выдвинул в качестве единственного кандидата на пост председателя Исполнительного совета конференции Дайану Лоб, может быть, жители Нью-Йорка знакомы с этой дамой, в прошлом занимавшую должность президента ХИАС. Сами же выборы, которые подтвердили избрание, состоялись 28 апреля, то есть три дня назад. Как известно, конференция президентов является зонтичной группой, видняющей 53 еврейско-американские организации, считается поэтому едва ли не самой важнейшей из всех еврейских организаций в Соединенных Штатах. Но почему тогда избрание Лоб стало столь критичным, по мнению и Кэролин Глик, и многих других экспертов? Ведь на первый взгляд речь идёт о ничем не примечательном голосовании. Более того, люди, знакомые с Лоб на протяжении десятилетий, говорят, что это совершенно заурядный представитель еврейских нью-йоркских либералов, и взгляды её на Израиль вполне соответствуют воззрениям подавляющего большинства американских евреев. При этом участники президентской конференции, которые, по сути дела, голосовали, утверждают, что вообще с ней не знакомы, поскольку во время своего пребывания на посту председателя ХИАС с 2016 по 2019 год, она не участвовала в крупных мероприятиях конференции, например, вот таких, как поездка в Израиль или в Саудовскую Аравию. Тем не менее, избрание Лоб — это настоящее землетрясение в организованной жизни американского еврейства. И, на самом деле, вовсе даже не из-за того, что она сказала или сделала в прошлом, а из-за самого факта её принадлежности к ХИАС. Я напомню, организация ХИАС была организована, основана в конце XIX века под названием «Общество помощи еврейским иммигрантам». И, по сути дела, её целью было оказание поддержки сотням тысяч нищих, бедных восточноевропейских евреев, которые тогда эмигрировали в массе свои в США. Но последней большой группой еврейских иммигрантов, с помощью которой в переселении на землю США занималась ХИАС, это были евреи, покинувшие территорию сначала Советского Союза, а потом постсоветского пространства, вот в период 70-х по 90-е годы, до конца 90-х годов, может быть. В 2014 же году ХИАС официально отринула свои еврейские корни и, более того, даже отказалась от своего полного названия в пользу аббревиатуры. То есть, зачем вспоминать, что это было «Общество помощи еврейским иммигрантам» ХИАС и ХИАС. И генеральный директор и президент ХИАС Марк Хэтфилд вообще заявил, что слово «еврейский» является ненужным ограничением. Как отметила после избрания ЛОП в письме руководителям конференции президента сионистской организации Америки ЗОАО в своем заявлении перед Федеральным судом США, ХИАС вообще засвидетельствовал о том, что беженцы, которым эта организация занимается сейчас, прибывают из Сирии, Ирака, Ирана, Судана, Сомали, Украины, Бутана, Демократической Республики Конго, Афганистана, Эритреи, Танзании, Эфиопии, Бурунди, Южного Судана, Уганды, России, Белоруссии, Бирмы, а также других стран. Большинство из прибывающих являются мусульманами. Да, в общем-то, и сама ЛОП подтвердила, что 90% сирийцев и 60% иракцев, которых ХИАС привозят в США, являются мусульманами. То есть, на самом деле, вы скажете, а кто еще приезжает из Сирии, Ирака? На самом деле, до всех этих потрясений, которые начались где-то в 2010 году и продолжаются до сих пор, на Ближнем Востоке, в арабских странах жили миллионы христиан. Они стали жертвами всех этих междоусобиц, в первую очередь, и исламского государства, и противоборствующих группировок шиитов и суннитов. Короче говоря, сегодня на территории Ближнего Востока, по сути дела, единственное место, где христиане более-менее спокойно себя чувствуют, на самом деле, это, конечно, Израиль. Где арабы и христиане защищены, как все другие граждане Израиля, и живут замечательно совершенно. Во всех остальных странах они постоянно подвергаются, даже в Ливане, где, казалось бы, еще недавно они практически контролировали ситуацию, сегодня это уже не так. Так вот, по сути дела, сегодня ХИАС является организацией, которая занимается мусульманской миграцией в США. Этот факт очень важен по двум ключевым причинам. Но прежде всего, скажем так, не вызывает, увы, никаких сомнений то, что многие из мусульман, которые эмигрируют в США, они антисемиты. Как отмечает, опять же, ЗОО, документ ЗОО, который был подан, согласно индексу антисемитизма, антисемитационной лиги в 16 мусульманских странах Ближнего Востока, от 74 до 93% населения являются антисемитами. Это часть, неотъемлемая часть мусульманской культуры, увы. Это, может быть, не было так раньше, а, может быть, и было так раньше, но это так сегодня. Иными словами, привлекая мусульманы из Сирии и Ирака в США, ХИАС, по всей вероятности, просто ввозит в США антисемитов. Но это не главное. Вторая причина гораздо хуже, и она гораздо важнее влияет на то, почему усилия ХИАС по привлечению мусульман в Америку оказываются столь важны в контексте общественной жизни американских евреев. И суть в том, что в этой своей деятельности, на поприще ввоза мусульман, ХИАС активно сотрудничает с исламскими группами, которые, в свою очередь, связаны с исламскими террористическими организациями. И, увы, это не голословное утверждение. Например, ХИАС была партнером организации «Исламская помощь», «Исламик Рейлиф». «Исламская помощь в США» — это американский филиал организации «Международная исламская помощь», которая была запрещена, например, у нас в Израиле, и на самом деле в Саудовской Аравии тоже, из-за того, что она связана прямой с террористической деятельностью. Она финансирует такие организации, как ХАМАС. По сути дела, это финансовое министерство финансов братьев-мусульман. Но не только это. ХИАС также тесно работала вместе с Советом по американским исламским отношениям, КАИР, организацией, которая вообще проходила подозреваемые в соучастии по делу Фонда Святой Земли. Святая Земля, не путайте это с христианами или с евреями. Это был Фонд Святой Земли, который собирал деньги у мусульман, и не только у мусульман, но и всяких добрых, глупых людей в Америке, и финансировал опять же ХАМАС, а точнее не просто ХАМАС, а войну против Израиля, террор против Израиля. Но это еще не все. ХИАС сотрудничает с номинально еврейскими, антиизраильскими группировками, вот теми самые, которые вы упоминали, Сергей, такими как «Еврейский голос за мир» или «If not now», обе эти группы являются ведущими участниками антисемитской кампании BDS против американских евреев и против Израиля. То есть вы можете сказать так, что такое вообще еврейская организация американская? Если американские евреи собрали и создали организацию, она становится организацией американских евреев, да? Но мы привыкли думать, что организация американских евреев — это организация, которая помогает связям между Израилем и США, которая поддерживает Израиль, которая поддерживает, например, какие-то процессы про-еврейские интересы и израильские интересы в США. Так вот, нет. Сегодня есть организации, которые как бы называют себя еврейскими, но при этом они активно поддерживают, являются, в общем-то, застрельщиками, активистами компании BDS, то есть бойкота Израиля. И на этом своем поприще они входят в клинч большинства американских евреев, которые, в общем-то, насколько я понимаю, все-таки не являются сторонниками бойкота Израиля. Может быть, их не так сильно интересует Израиль, не все такие большие патриоты Израиля живут в Америке. Но до бойкота есть разница между не быть заинтересованным и поддерживать бойкот. Так вот, в июне 2017 года уже упомянутый Хатфи, глава Хиаса и вице-президент Хиаса Равин Дженни Розен, Равинша, наверное, даже на русском языке, собственно, как бы нет такого слова, Рава, Рава, присоединились к еврейскому голосу за мир и Киф Нотнау и другим сторонникам BDS, когда подписали письмо в защиту Линды Сарсур. Линды Сарсур. Кто не знает Линды Сарсур? Это антисемитская политическая активистка, которая открыто призывает к уничтожению Израиля. Она, в общем-то, активистка Хамаса и братьев-мусульман. И она поддерживает Хамас публично, не стесняясь этого. И, к слову, она поддерживает и вашего американского лидера нации ислама, Луиса Фаррахана, который, в свою очередь, как известно, является поклонником Адольфа Гитлера. То есть там цепи очень короткие и очень очевидные. И в Израиле, кстати, тоже Хиас сотрудничает с целым рядом левых экстремистских группировок, в частности, в предотвращении депортации нелегальных инфильтрантов из Судана и Ритвей. Мы об этом говорили с вами на прошлой передаче. У Израиля есть большая проблема. У нас накопилось множество нелегальных инфильтрантов, нелегальных иммигрантов трудовых из Ритреи и Судана. Правительство Натаньяо уже 10-11 лет пытается с этим бороться. Ну, во-первых, перекрыли границу. Во-вторых, пытаются их как-то переслать в другие страны из страны. И каждый раз натыкаются на мощное сопротивление левых, которые во что бы то ни стало хотят сохранить этих людей в Израиле. Хотя речь идет не о бедных овечках, которых никто не пасет. Речь идет об активных, очень враждебных, агрессивных людях, которые, да, работают в неком страте, где не так много израильтян готовы работать. Ну, в первую очередь, потому что работодатели не хотят платить там. Но, в принципе, они превратили в Куаку те места, где они компактно живут. Они являются большинствеством мусульманами. Они являются большинствеством очень агрессивно настроены к еврейскому всему. И для левых это некий такой инструмент разрушения еврейской культуры и еврейской самоидентификации Израиля. Но для остальных израильтян это, конечно, совершенно никому не нужная масса. Так вот, ХИАС сотрудничает вместе, кстати, с информационной лигой, но об этом мы еще поговорим, в Израиле. И они развернули протест, требуя, чтобы государство Израиля расширило права нелегальных инфильтрантов, которые вот сейчас, как бы, они тоже страдают от коронавируса, как все. Вот давайте им заплатим, давайте, может быть, едва ли им и гражданство дадим. До этого еще пока не дошло, но в этом направлении работают. Вопрос, конечно, в том, поддерживала ли ЛОП сама, которая стала теперь главой конференции президентов, которая занимала в 2016-2019 году пост председателя правления ХИАС, вот это тесное сотрудничество с антисемитами, организациями, связанными с террористическими группировками, которая осуществлялась в те годы в управляемой ей организации ХИАС. Сама ЛОП утверждает, конечно, что нет. Согласно тем источникам, которые раскопала Кэролин Глик, и которые были знакомы с деталями встреч ЛОП с комитетом конференции по назначению, ЛОП им сказала, что она не участвовала в решении Хэтфилда и Розен, и когда они подписали ХИАС под письмом в защиту Сарсу. Более того, в письме, которое ЛОП разослала членам конференции президентов, после того, как она была выдвинута на пост кандидата в президенты Исполнительного Совета, до того, как ее официально избрали, она выразила глубокую приверженность Израилю и пообещала противодействовать усилиям поддели легитимации еврейского государства и назвала кампанию БДС даже предосудительной. И тут мы получаем, как бы входим в некую квадратуру круга, в которой, очевидно, есть два варианта выхода. Либо ЛОП лжет, либо она говорит правду. Если ЛОП солгала комитету по назначениям и в своем письме членам конференции, если она тайно, на самом деле, разделяет крайне проантисемитские, антиизраильские позиции тех экстремистов, которые контролируют ХИАС, то в минувший вторник руководство конференции президента было передано женщине, которая противостоит ценностям, разделяемым, судя по опросам, 95% американских евреев. То есть крупнейшая и важнейшая организация евреев Америки была отдана в руки экстремистке, стороннице БДС, подруге Линде Сарсур и человеку, который сотрудничал с теми, кто, в свою очередь, поддерживал, финансировал Хамас. Если же ЛОП сказала комитету по назначениям правду, что она к этому не имела отношения, то она просто шокирующе некомпетентна, потому что если она действительно не ужет, это значит, что в протяжении трех лет она руководила организацией, которая открыто сотрудничала с группами, связанными с террористическими структурами, и она руководила организацией, которая поддерживала антисемитов, активно участвующих в этой самой предусудительной, как она теперь говорит, кампании БДС против американских евреев, против Израиля. И она этим всем руководила и ничего не замечала. Нетрудно предположить, что, вступив в должность председателя в минувший вторник, ЛОП привнесет в этом случае ту же самую некомпетентность и в конференцию президента. И это в лучшем случае. На самом деле официальные представители конференции утверждали Кэролин Глик, которая начала раскапывать всю эту историю, что даже если ЛОП и захочет превратить организацию в продолжение ХИАС, то она не сможет этого сделать, поскольку, мол, есть уставы, положение конференции, и правила исполнительного комитета обязывают руководителей конференции действовать в соответствии с еврейским консенсусом. О, консенсус. Но даже если предположить, что эти оптимисты правы, то наилучший сценарий будет состоять в том, что с прошлого вторника одна из наиболее важных организационных общин американских евреев будет просто парализованной. Ведь даже если оба ее коллеги не смогут продвигать антиизраильскую антисемитскую политику под своим руководством, конференция уже не будет способна лоббировать существенную в меру поддержку Израиля или бороться с антисемитами вроде Сарсо или такими антисемитскими группировками, как Хамас. Ведь все подобные усилия будут заблокированы лобб ее коллегами, которые утверждают, будут утверждать, что эти усилия находятся вне американского еврейского консенсуса. Они ведь с этим не согласны. Надо сказать, что выбор лобб, и вообще вся эта история, лобб, которая внезапно возглавила конференцию президентов Организации Еврейских Америки, он стал полной неожиданностью для участников конференции. Она обошла фактически двух кандидатов с очень большим организационным опытом и с репутацией центристов, то есть таких умеренных, спокойных лидеров, привычных для американских еврейских организаций. Но на самом деле ее выбор, очевидно, был связан с недавними событиями, которые мы могли наблюдать и в других ключевых еврейских американских организациях. И успех лобб отражает не столько массовую радикализацию внезапно американских евреев, которые на самом деле мы ведь не замечаем, сколько результат долгосрочных усилий небольшой, но очень радикальной левой группировки в мире американских еврейских организаций, которая целенаправленно проводила вот такой рейдерский захват всех крупных структур. Речь идет об антисионистах и о сторонниках антисемитизма, симпатизирующих компаний БДС, большинство своем враждебных к традиционному иудаизму, к ортодоксальным евреям и, конечно же, к Израилю, в первую очередь. И объединяет их, в общем-то, стремление захватить или нейтрализовать все крупнейшие американские еврейские организации. Проблема в том, что противостоят этой группировке лидеры крупных еврейских организаций, они в большинстве своем уже давно вошли, скажем так, в пенсионный возраст или приближаются к нему. Многие из них не сумели воспитать и подыскать себе достойных компетентных преемников. Многие просто слабые. А избиратели, ну или как бы вот констинчуэнси, да, как вы говорите в Америке, то общество, которым эти лидеры служат или, может быть, в других каких-то случаях и не служат, так уж прямо, они, как правило, вообще не вовлечены в дела организации и пребывают чаще всего в полном неведении о том, что там на самом деле происходит. И вот шесть лет назад эта самая группировка радикальных активистов, она уже пыталась провернуть операцию, она пыталась включить в конференцию президентов организацию J-Street. Это вот антиизраильская группировка, которая поддерживает палестинских арабов, и она поддерживала, конечно, активно ядерную сделку администрации Обамы с Араном. Ее, собственно, обамовская администрация и создала для того, чтобы разрушить консенсус, тот самый консенсус американских евреев в поддержку Израиля. Вот. И J-Street была создана при Обаме, ее шесть лет назад пытались втущить в конференцию президентов, и усилия тогда эти провалились, потому что лишь 17 из 52 участников конференции проголосовали за. Остальные сказали, что J-Street, да ни в коем случае. Но тогда вот эти разозленные неудачи активисты, которые стояли за этим шагом, немедленно и очень жестко отреагировали на результаты голосований. И лидеры конференции президентов, входящих в нее организаций, которые голосовали против, подверглись яростному осуждению в средствах массовой информации. О, это мы умеем, мы это знаем, да. И большинство из них больше просто не хочет переживать подобный опыт. Оно им надо. При этом, если прошлое голосование по J-Street являлось я, тайным, то нынешнее голосование за лоб, оно стало поименным, оно проходило с помощью Zoom из-за коронавируса. Таким образом, шесть лет спустя, после поражения, при попытке внедрить J-Street, антиизраильские левые не только укрепили свои позиции на конференции президентов, но и возглавили. К сожалению, как я уже сказал, это печальное событие, произошло не только с конференцией президентов. Судьбу этой организации разделили другие еврейские организации. В 2014 году Авраам Фоксман ушел с поста президента антидеформационной лиги. Он занимал этот пост на протяжении 28 лет. Фоксман, увы, не подготовил себя к преемнику. И вместо него во главе организации стал Джонатан Гринблот из команды Обамы в Белом доме. Этакий активист по охране окружающей среды, который, конечно, не имел ни малейшего опыта еврейской организационной работы, но он был из нужных людей. И с момента вступления в должность Гринблот превратил антидеформационную лигу политическую группировку с очень четкой совершенно политической позицией. И вместо того, чтобы бороться с антисемитизмом как справа, так и слева, антидеформационная лига очень последовательно пренебрегает, игнорирует рост антисемитизма слева, со стороны мусульман и левых, и всячески преувеличивает политическую мощь антисемитов справа. То есть давайте возьмем какого-нибудь блогера, который называется правым, может быть вообще это блогер-тролль, и придуманный, и созданный с другой стороны, но давайте раздуем его до огромных размеров, а то, что происходит слева, мы просто не будем замечать. И таким образом продвигается явная левая политическая повестка дня. И конечно же сейчас антисемитизмом была одной из групп, которая выдвинула лог на пост председателя конференции президента. Похожая ситуация была и в АПАК. С тех пор, как в 2007 году после того, как нейтрализовать АПАК с помощью J-Street, не то чтобы не удалось, но как бы не стало пробуксовывать. Но в этот момент, когда появилась вот был АПАК, а тут появилась еще J-Street, которая тут же начала лоббировать демократических конгрессменов и сенаторов с целью оторвать их от поддержки Израиля. И АПАК погрузился в такой экзистенциальный кризис, что ли. Большинство участников и жертвователей АПАК, они ведь традиционно являются демократами. Поэтому лидеры АПАК всегда старательно уклонялись от борьбы с партиями, особенно с демократической партией. И теперь, по мере того, как демократическая партия отходит от поддержки Израиля и вообще от Израиля, ИПАК старается максимально уклониться от борьбы с этим. В тех же редких случаях, когда ИПАКу хватает мужества, и они находят себе силы выступить против растущих в рядах демпартии антиизраильских, антисемитских сил, эти протесты, как мы знаем, заканчиваются подавленными извинениями, и все это смазывается, и они потом еще чувствуют себя виноватыми. И, опять же, не случайно, президент нынешний ИПАК Бетси Корн стала одной из тех, кто тоже выбирал лоб. Таким образом, учитывая последовательный захват радикалами крупных еврейских организаций, нетрудно предположить, что в течение ближайших пяти лет число американских еврейских групп, которые выступают в защиту бойкота Израиля, резко возрастет. И, более того, наше представление о том, какой должна быть дружественная Израилю организация в Америке, американская, еврейская, оно неизбежно претерпит изменения. Теперь таковыми мы будем считать уже не тех, кто продвигает интересы евреев и поддерживает Израиль, а тех, которые хотя бы просто не действуют против интересов евреев и не выступают против Израиля. Да ей, ну то, что говорят на еврейте, достаточно этого. Конечно, Израиль может и должен бороться с этой тенденцией. На мой взгляд, конечно, не столько даже Израиль, сколько американское еврейство должно с этим бороться. Но для этого ему нужны такие представители в США, которые будут готовы противостоять влиятельным еврейским экстремистам слева. И они сумеют, несмотря на жесткое сопротивление, все же найти инструменты для укрепления и вдохновления вот этого молчаливого, уставшего и совершенно не вовлеченного еврейского большинства. Получится это у Израиля, получится ли это у американских евреев, трудно сказать. Но это та реальность, которая сейчас становится для нас явью, и мы должны быть к этому, к сожалению, готовы. Сергей. Вы знаете, что меня не удивило, ну и никого, наверное, не удивило, когда Джей Стрит выступил в поддержку кандидата потенциального от демократической партии на пост президента Джо Байдена. Но меня повергло в шок, когда АйПЕК выступил в поддержку кандидата потенциального от демократической партии Джо Байдена, несмотря на его рекорд по отношению к Израилю, несмотря на его антиизраильские заявления. Это повергло... Сергей, на последней конференции АйПАК ни одного демократического кандидата не было. То есть там не было ни... Абсолютно. Они все уже сейчас отсиделись, но там Байдена, по-моему, тоже не было. Не было. И Сандерса там... Не было. И всех этих остальных не было. Они просто не приехали в АйПАК, чтобы не... как бы не показывать какую-либо связь или какую-то симпатию к проеврейской, к все еще считающейся проеврейской организации. И тем не менее, АйПАК выступил в поддержку кандидата Байдена. Это повергло многих моих знакомых, кто принимает активное участие в общественной жизни еврейских организаций. Просто в шок. Так что... Наши слушатели, и среди вас немало евреев, ребята, это в ваших руках. Боритесь, потому что это... В общем-то, я думаю, что все взаимосвязано. И я не представляю себе жизни успешной общественной организационной американской и еврейской, которая будет оторвана от Израиля и которая будет противостоять Израилю. Это то, к чему ведут вас эти лидеры. Боритесь. Давайте мы сделаем небольшой перерыв. После чего вернемся и продолжим. Открытый диалог с Александром Непомнящим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Телефон в студии 847-400-5200. Александр, мне удалось прочитать в Фейсбуке комментарий и перевод ролика саудовского блогера. Вот расскажите об этом. Интересно довольно. Да, это действительно такой неожиданный и довольно забавный подарок от Саудовской Аравии. Получилось как бы ко дню независимости Израиля, который мы праздновали на прошедшей неделе. Известный саудовский блогер разоблачил ложь во-первых о местоположении мечети Аль-Акца, той, которая якобы находится на храмовой горе, из-за которой арабы якобы говорят, что это очень важное мусульманское место. И высказал заодно все, что он думал о палестинских арабах. Тут надо на самом деле сделать необходимое объяснение контекста. В последние несколько дней в социальных сетях на арабском языке идет настоящая твит-война между палестинскими арабами и саудитами, саудовцами. Это случилось после того, как палестинские СМИ опубликовали карикатуры, злорадствующие по поводу потерь в Саудовской Аравии из-за резкого падения цен на нефть. А заодно еще и поиздевались над супругой наследованного принца в Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. И по ходу дела раскритиковали саудитов за то, что те транслируют в последнее время они и их как бы спутниковые государства произраильские сериалы. На самом деле Никита не произраильские. Просто вот если те, кто помнят, как в Советском Союзе постепенно шло размораживание отношений с Западом и появлялись передачи, где жители Запада были не отрицательными совсем персонажами. Скажем так, не совсем отрицательными, немножко нейтральными. Примерно так же в арабской, саудовской и в окрестной как бы у их сателлитов сейчас запускают понятие евреев. То есть они пытаются переформатировать отношения к евреям и к Израилю. Вот с помощью таких вот они запустили, например, сериал про еврейку, живущую в арабской стране. Там она медсестра, она это хороший человек. То есть евреи, оказывается, тоже бывают хорошими людьми. И вот СМИ палестинской автономии и Хамас, они активно против этого выступают. И они ополчились очень на саудовскую радио, которую считают главным застрельщиком, зачинщиком всего этого балагана и беспредела. Этой нормализации, как они говорят. Хамас, он выступает против нормализации. То есть он наказывает даже тех арабов, которые говорят, давайте как-то пытаемся дружно, ну, не ссориться с евреями. Нет, те, кто не хотят войны с евреями, они должны быть наказаны. Так вот, саудиты, в свою очередь, они очень раздражены были такой неблагодарностью. Ведь палестинские арабы это те, кого саудиты содержали на протяжении десятилетий. Буквально содержали на свои деньги. И вот теперь такой плевок в лицо. И вот это все вместе действительно выразил в своем обращении блогер, достаточно известный саудовский блогер Раулаф Бинсоин, который, чья реакция стала действительно одной из самых резких. Она попала в поле зрения Гая Бехора, который перевел это все на хороший иврит. Ну, и от него, конечно, мы уже перевели это на русский язык. И вот, действительно, как написал Гай Бехор, те, кто считают, будто выдуманные, так он называет обычно палестинских арабов, он называет выдуманный народ, потому что это же не народ на самом деле, никакой. Вот это остатки арабов из разных стран, которые приходили, пришли в страну Израиля где-то в 44-46, до 48-го года. Это были сезонные рабочие, которые остались в большинстве своем. Так вот, те, кто считают, что выдуманные палестинские, палестинцы и все арабы одинаково, написал Гай Бехор, он сильно заблуждается. И по случаю Дня Независимости, месяца Рамадан и рутинного нытья, высосанного из пальца нагбе, так антиизраильские пропагандисты называют победу Израиля в войне за независимость. Так вот, нагнетаемый всеми адептами секты политкорректности, известный блогер Ролаф Абин Саин записал ролик, рассказывая правду о палестинских арабах, он, кстати, категорически отказывается использовать в их адрес слово «народ», написал, подчеркнул Бхор, напротив, подчеркивая, что это лишь остатки разных других народов. И этот ролик действительно очень широко разошелся по сети, получил огромную поддержку от жителей Саудовской Аравии и других арабов, вот этих соседних Саудовской Аравии стран, и понятно, что выдуманным, как пишут, как называют их ПО, это все жутко не нравится, они просто в шоке. И дальше я попробую, позволю себе процитировать немножко вот этот ролик уже на русском языке. Значит, итак, Рауав Бин Саин, саудовский блогер, который обращается к палестинским арабам. «Послушай-ка, ты палестинец, ты вообще никакой не араб, и нет у тебя твоей земли, и нет потому у тебя и никакой проблемы. Эта страна страна Израиля, а потому и проблема у израильтян, но не у вас, и состоит она в самом вашем существовании. Шамир, Рауав Бин, Шарон, Голдомер и другие были героями. А вот Натанияу трус, потому что он все еще не удосужился выгнать вас прочь. Натанияу, прогони уже наконец эту банду, избавь нас и весь мир от них, пусть сваливают. «Кого вы пытаетесь надуть, палестинцы?» Вы ведь даже не арабы, вы просто то, что осталось от цыган, монголов, черкесов и других народов, которые шли через Палестину. Палестин — это земля, принадлежащая потомкам Израиля, так написано в Коране. «Да проклянет вас Аллах, вас и Натанияу, который все еще не разобрался с вами, который обеспечил вам укрытие, он должен проучить вас избавить мир от наказания, которым вы стали. Вы, палестинцы, сеете зло повсюду, где только оказываетесь. Нет среди вас достойных мужей. Мы, саудовцы, поддерживали вас с 1948 года. Вы же отвечаете нам проклятиями пожелания зла. Вы грязные крысы, среди которых не найдется даже одной чистой. Вы больны, и предательство у вас в крови. Потомки Израиля, чтобы вы знали, это потомки Ицхака, а мы, показывая на себя, говорит Винсаин, арабы, потомки Ишмаэля. Ицхак и Ишмаэль были братьями, нашим его общим праотцом был Авраам, мир праху его. Ибролим, он говорит, конечно. Иными словами, евреи — наши двоюродные братья, они живут на своей земле. Вы же палестинцы, вы тут вообще при чем? Откуда вы вообще взялись? Вы даже не арабы вовсе. Какое вам дело до наших семейных дел с евреями? Зачем вы влезли между нами? Вы вообще остатки других народов. Что вы влезли между нами и нашими кузенами? Да, и по поводу мечети Аль-Акца, к вашему сведению, она вообще не принадлежит вам. Нет вообще никакой мечети Аль-Акца, есть только Иерусалим. Настоящая мечеть Аль-Акца, та, что упоминается в Коране, подчеркивает Бинсаин, находится в Джаране, на земле Саудовской Аравии, в 29 километрах от Таифа. Там в Джаране стояли две мечети. Близкая мечеть Аль-Адна и далекая мечеть Аль-Акца. И еще, кстати, по вашим же словам, мечеть Аль-Акца в Иерусалиме, которая вообще построена в 1972 году их хиджры, то есть 60 лет спустя после смерти Мухаммеда. Как же он мог унестись с нее в небо? Что вы чушь порите? Кого вы пытаетесь надуть? Верещите и ноете, мол, у вас проблема, и Саудовская Аравия должна вас содержать. Я сам давал вам денег еще со школьной парты. На протяжении долгих лет Палестина, говорили нам, пожертвуй Реал и спаси Палестину, спаси арабов. Но кто сказал, что вы вообще арабы? Мои пожертвования пошли к черту. Миллионы пошли прахом. Мы вас содержали, вас и ваших отцов, и ваших дедов. Вы же только знаете, как проклинать тех, кто вас содержит. Такие вы арабы, такие вы мусульмане, такая у вас совесть и мораль, нет у вас ничего подобного. Потомки Израиля живут на своей земле, и это не ваша земля. Так сообщил саудовский блогер. По сути дела, для большинства слушателей нашей передачи тут нет ничего нового. Мы и так все это знали раньше. Но когда это говорит саудовский араб, тот самый, который действительно на протяжении долгих лет поддерживал палестинских арабов, теперь он говорит это. И нужно понимать, в каком контексте все это произносится. Этот блогер, конечно же, один из тех идеологов налаживания нормальных региональных отношений с Израилем, которых сейчас продвигает Саудовская Аравия. И для пропаганды своих соплеменников в ход идет обычный, привычный для его соплеменников агитационный инструментарий. Поэтому нельзя относиться действительно всерьез к тем проклятиям, которые он высыпает на голову Натаньялу. Для него наступление на Натаньялу это просто фигура речи. И может быть еще намек на то, что, скажем так, если Израиль пойдет на какое-то жесткое отношение к верхушке автономии, то саудиты не будут особенно против. На самом деле в арабском мире сегодня сформировался очень серьезный консенсус такого уважительного отношения к Натаньялу. Они видят в нем действительно лидера, который поддерживает стабильность, они очень ценят стабильность, постоянство. Для арабов очень важно постоянство. Они-то видят, что у них происходит, какой у них бардак везде. И поэтому они готовы иметь дело с Натаньялом, они в него верят, они верят, что с ним можно договариваться. Ну, понятно, что такие люди, как Лапид, или там, конечно, Либерман у арабов не вызывает ни пиетета, ни готовности сотрудничать. Для них это просто какие-то шумные, крикливые клоуны. И поэтому вот эти самые крики о том, что ты трус и проклятие, их нужно переводить в дипломатическую фразу «Вы не бойтесь, евреи, аннексируйте то, что вам Трамп разрешил, мы против не имеем, мы хотим с вами дружить, а на этих идиотов нам наплевать». И действительно, палестинские арабы, если они арабы, как говорит наш блогер, они умудрились достать весь арабский мир. В свое время для арабского мира это было то острие борьбы против захватчиков части мусульманской земли, которую они считали Израиль. Но сегодня у них столько своих проблем, что вот это нитье арабов палестинских, тем более еще нитье очень неблагодарное, когда они хотят денег и сами при этом воспринимаются как такие изнеженные, живущие в благах Израиля. Ведь они тоже живут в тени Израиля и, соответственно, пользуются очень большим количеством благ, которые есть у израильтян и которых нет в других арабских странах. И поэтому, конечно же, это заявление, этот ролик, это не столько курьез, это действительно некая, так сказать, даже уже не первая ласточка, а вот часть того потока, ну еще, может быть, не потока, капелек, ручейков, которые вместе сливаются в совершенно иной подход со стороны арабов к Израилу. И здесь нельзя, конечно же, ошибаться. То есть нельзя, не должно быть никаких иллюзий. Арабы между собой даже легко друг друга передают, легко друг друга подставляют, вонзают нож в спину. Это у них часть культуры, традиций. И то, что сейчас они как бы относятся лучше к Израилю, не значит, что они не станут вонзать нож в спину или обманывать, или предавать. Они так друг к другу поступают. Просто если раньше Израиль был для них по определению чем-то совершенно как бы сатанинским, с чем вообще нельзя иметь никаких дел, никакой нормализации вне закона, то сейчас, пока Израиль сильный, пока Израиль стабильный крепкий, то лучше с ним дружить, чем воевать. Но при этом, конечно же, нельзя обольщаться и ни в коем случае нельзя поворачиваться спиной к этим людям, потому что, опять же, это культура совершенно иная, не европейская культура, и те, кто этого забудут, они могут оказаться перед очень серьезными проблемами. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Александр, вот я как-то прочитала, вообще-то, может быть, уже ушедшая новость, что Иерлапид выступил и сказал, обращаясь к Гансу, он тебя обманет, то есть, Бубин Заньяго тебя обманет, поэтому зачем ты идешь туда и как бы лучше давай пускай Натаньяго меня возьмет вместо тебя, в общем, какая-то не совсем логичная и выходка такая, и что вы можете сказать по этому поводу? Спасибо большое. Что на самом деле сейчас до сих пор не ясно, что у нас будет, правительство или выборы. Дело в том, что есть коалиционное соглашение, на которое подписали Ликут и три сопутствующие еврейские правые партии с Гансом и его перебежчиками, и вместе у них есть большинство для того, чтобы провести это все через Кнесет, но левые оставшиеся неудел, то есть Либерман и Лапид, которые в страшном бешенстве и страшной растерянности оказались выкинутыми на обочину, совершенно нерелевантными, они, кроме того, что они истерят средства массовой информации, они подготовили иски в Верховный суд, и Верховный суд по идее не должен вмешиваться в такие вопросы, мы об этом уже говорили, разделение властей, Верховный суд может судить по законам, но не может сказать Кнесету, какие законы принимать, а какие не принимать, и уж точно не может влезать в коалиционное соглашение между депутатами, между фракциями Кнесета, но Верховный суд в Израиле активистский, это идет фактически открытая война, и попытка судейской хунты, клики, гильды захватить власть в стране, они могут попробовать взять на себя и заявить о том, что эти коалиционные соглашения неприемлемы, и объявить их вне закона, в таком случае мы снова пойдем на выборы. Если Израиль пойдет на выборы, то по всем опросам правые, четыре правые партии, то есть без всяких либерманов и других оппортунистов получают значительное большинство, больше 60 голосов, и таким образом может быть сформировано правое правительство, которое сумеет вернуть вот эту самую систему сдержек и противовеса принять нужные законы. Сейчас ГАНСа принять такие законы невозможно. Поэтому лопит и стелит, лопит, шумит, кричит, пока что это все совершенно нерелевантная информация. То есть кричит и кричит, он никому не интересен сейчас. И следующий звонок, добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло? Пожалуйста, говорите. У меня вопрос короткий к господину непомнящему. Где вы сейчас публикуетесь, в каких средствах массовой информации, где можно прочесть ваши эссе или очерки или что? Спасибо. Ну, их можно прочесть на сайте еврейского мира. Это сайт вашей нью-йоркской американской еврейской газеты. Можно их прочесть на сайте девятого канала. Еще на ряде сайтов дополнительных можно прийти ко мне в фейсбук и там я вывешиваю все статьи, которые перевожу или пишу у себя на фейсбуке. Вы можете там их все встретить. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло. Да, пожалуйста. Александр, я хочу вот что сказать вам. В той передаче, вот предыдущей, вы говорили прямо в эфир такие слова, что Натаньяху может обмануть, а может и не обмануть Ганса. Понимаете, такое предположение в ваших устах звучит так, что Натаньяху действительно может обмануть. Но это настолько его дискредитирует, что я прямо не мог понять даже, как вы можете произносить такие слова. мне очень странно. Разъясните вот это не урядицу в ваших словах. Наверное, более удачным словом стало быть, может переиграть Ганса. То есть политика это вещь такая, где иногда ты говоришь что-то, даешь понять человеку одно, а имеешь ввиду совершенно другое. Теперь, насколько действительно, ведь это вопрос вопросов. Действительно ли Натаньяху готов сейчас полтора года быть премьером, а потом на полтора года отдать это премьерство Гансу? Или же произойдет какой-то сбой, какой-то щелчок, какая-то ситуация, которую, возможно, Натаньяху просчитал, поскольку он действительно очень опытный политик, и он уже заранее, может быть, ее даже заложил, и он ее знает, после которой вся эта коллиция развалится. Вот что я имел ввиду. И здесь, как бы, я как житель страны, как избиратель, я не хочу, чтобы Ганс был премьером, я этого очень боюсь. Я считаю, что Ганс может сильно навредить Израилю, потому что опыт того, какими премьер-министрами становились бывшие генералы в Израиле очень горький. Ни разу генерал, ставший премьер-министром, ничего хорошего Израилю не сделал. Три примера, один хуже другого. Рабин, Барак и Шарон. То есть, это только проблемы. И Ганс в этом смысле тоже генерал, и он может много чего испортить и наворотить. Но если я говорю сейчас не как избиратель, а как пытаясь анализировать ситуацию, у меня есть ощущение, что Натаньяо полон решимости выполнить это соглашение. То есть, он действительно, и возможно даже как бы в этом есть какой-то политический расчет, то есть, он даст на полтора года порулить человеку, после чего этот человек перестанет быть его конкурентом вообще, то есть, все убедятся в его неспособности, и в то же время Натаньяо будет рядом, он будет вторым человеком в государстве, это же ротация. То есть, он не даст Гансу слишком сильно там чего-то напортить и наворотить, просто дискредитировать себя. И может быть, в этом его план. В любом случае, то, что сейчас важно на самом деле, это то, что из всех проблем, которые есть у Израиля, есть сейчас две. Две, которые нужно решать срочно, которые нужно вот сейчас делать. Одна из них, это выходить с наименьшими потерями экономическими из кризиса, который грядет за эпидемией. Эпидемия еще не кончилась, но она у нас заканчивается, и мы понимаем, что, ну, заканчивается первый этап, по крайней мере. И за ним идет экономический кризис, то есть все, что рухнула же, вся экономика у вас, то же самое. Кто выведет Израиль с наименьшими потерями, если не Натаньял? Только он и выведет. Это то, что нужно делать, поэтому очень важно, чтобы Натаньял сейчас был премьером. Вторая вещь, у которой есть срок годности, это суверенитет. Сделать суверенитет в Иудее и Самарии хотя бы только Иорданской долины, потому что я вам объясню, если будет суверенитет Иорданской долины, все разговоры о государстве арабов в Иудее и Самарии, о них можно будет забыть. Это все будет просто пустым айсис, как говорят на Идыши. Поэтому очень важно это сделать и сделать до того, как что-нибудь случится в Белом доме. У Трампа в ноябре выборы, ему будет не до нас, и за корону мы теперь не можем быть уверены, что он победит, хотя он, безусловно, успешнейший президент, и если бы я только мог, я бы все силы отдал бы на то, чтобы убедить американских избирателей голосовать за Трампа, но я, к сожалению, мало могу что в этой ситуации сделать. Как или иначе, если Трамп не победит и придут другие люди в Белый дом, то, конечно, вопрос об суверенитете в Иудее и Самарии Израилю придется забыть. Поэтому надо успеть это сделать летом. И это то, что нужно сейчас сделать. А что будет потом? Выйдем мы из кризиса экономического после короны, объявим суверенитет в Иудее и Самарии, и пусть дальше будет какое-то развитие событий, драматическое или не драматическое, будем посмотреть. Слово, я хотел бы, чтобы Ганс не стал премьером. Я думаю, что Натаньяу собирается выполнить соглашение, но он может его переиграть. Не обмануть, переиграть. Окей? Спасибо. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, господа. Добрый день, Сергей Александров. Все приятно вас слушать. В пятницу, просто удовольствие. Немножко по другой теме. Это было, кажется, примерно месяц тому назад. В Джерусловом пост была напечатана статья о том, что это уже произошло или произойдет из-за миграции 90-х годов. Молодой парень будет первым, значит, из этой миграции будет первым израильским генералом. Я не помню, из какой республики он приехал. Что вы знаете? Я не помню даже фамилии, но я помню, что это было поражено, действительно, не так давно, 90-е годы, приехал молодым мальчиком и дослужился до звания, причем, как и в каких-то элитных войсках. Вы знаете, что-то про это, и вы можете поделиться. Я вас с удовольствием послушаю. Немножко поменяли тему, что я хочу размешать. Немножко, окей? Спасибо вам большое. Фамилия, то есть имя этого человека Роман, фамилию, к сожалению, сейчас вылетело, то есть она крутится, у меня такая хорошая еврейская фамилия, Ашкинаская, она крутится у меня, но она вылетела, я вам к следующему разу напомню ее. Он действительно приехал в начале 90-х годов из Белоруссии, я думаю, что еще из Белоруссии и Советской, то есть из Советской республики Белоруссии, а не из Белоруссии независимого государства. Гофман, Роман Гофман, по-моему. И он действительно прослужил, он пошел в израильскую армию и выслужился от, так сказать, от самого низа до самого верха. Он уже стал генералом и он уже, если я не ошибаюсь, является, я проверю, и я вам в следующий раз скажу точно, он занимает достаточно высокую должность в Центральном военном округе, он пехотинец, то есть генерал сухопутных войск, и действительно ему пророчат хорошую карьеру, и я читал с ним интервью, я с ним лично не знаком, но по интервью хороший, глубокий человек, действительно он получил образование высшее, как любой офицер, который поднимается вверх, он учился также в религиозной сионистской ишиве даже немножко, насколько я понимаю, он не соблюдающий традиции еврей, но он знаком с еврейской традицией, относится к ней с уважением, он учился в поселенческой ишиве, то есть у него есть представление о мире, так сказать, еврейском традиционном тоже, и он создает впечатление вдумчивого, глубокого человека, сиониста, профессионала, что, конечно, все только в его пользу говорит, на самом деле, когда мы говорим о генералах с руссороссийским происхождением, мы понимаем, что в начале все практически генералы израильские, они все имели российское происхождение, значит, Трумпельдор, Трумпельдор не был генералом, но он как бы один из провозвестников еврейской армии, и дальше они все, многие говорили на русском языке, многие приехали из России, и даже уже, так сказать, постреволюционной России, потом действительно были в основном люди, которые родились и выросли уже в стране Израиля, и вот сейчас, да, пожалуй, он единственный такой, то есть я других не знаю имен, кроме Романа Гуфмана из Белоруссии, который действительно дослужился до уровня генерала израильской армии, где точно он служит и каково его звание, точно я вам скажу в следующий раз. Александр, огромное спасибо и с прошедшей годовщиной 72-й независимости Израиля. И до встречи в следующий раз. До свидания.